В Эстонии продолжается театральный фестиваль «Золотая маска». К радости любителей театра в этом году он все-таки состоялся, несмотря на все коронавирусные ограничения. Конечно, организаторы постарались порадовать и таллинцев, и жителей других эстонских городов прекрасными спектаклями и встречами со знаменитыми актерами. В этот раз будут и детские спектакли, новый проект «Маска» в кино, и уж совсем неожиданностью стало выступление артистов московского балета прямо в торговом центре. С одной стороны, устроителям «Золотой маски» захотелось немножко компенсировать пропущенный прошлый сезон, но с другой хочется поблагодарить таллинн, который много лет являлся главным партнером фестиваля, сделав подарок горожанам. Проект «Маска» в городе очень популярен в Москве. Каждую весну артисты театра и балета покидают сценические площадки и выходят на улицы, городские площади, парки, торговые и офисные центры. Но в октябре у нас в Эстонии довольно холодно, так что спектакль на улице устроить сложно. А вот, например, в торговом центре «Наутика» запросто, как это и было сегодня. Посетителям предложили посмотреть выступление театра «Балет Москва». Мы выступали в Москве и на вокзалах, и выступали в торговых центрах. Это очень здорово, потому что есть места общественные, точки встречи, точки притяжения. И что благодаря таким фестивалям, как «Золотая маска», эти места становятся еще и точкой культурного притяжения. Это здорово. Спектакль «Танцпол» бельгийского хореографа Еруна Вербрюгена отсылает зрителя к танцевальным марафонам 1920-х годов во времена Великой депрессии в США. Тогда, чтобы заработать на хлеб, танцоры ради победы танцевали до изнеможения и даже до смерти. Бельгийский хореограф Ерун Вербрюген – крайне интересный человек, очень талантливый артист в прошлом и талантливый балетмейстер в настоящем. Его работы крайне специфичны, очень открыты и интересны. И «Танцпол» не похож ни на одну из его предыдущих работ, потому что он очень сдержанный, этот спектакль, очень современный и минималистичный. Рекомендую всем его посмотреть, если будет такая возможность. Некоторые артисты уже имеют опыт выступления не на сцене, а в прямом смысле этого слова – на полу. Ну а для кого-то такое выступление – новый опыт. Театр вновь доказывает нам, что ему незнакомы никакие границы и препятствия, и каждая новая встреча особенно и неповторима. А посетить представление в торговом центре «Наутика» можно будет еще и 23 октября. На этот раз Петербургский театр «Карлсенхаус» покажет спектакль для детей «Мой друг Куала». Лена Туровская, Петер Улевайн, Новости Таллина.